Михаил Слегин закончил Волчажниковскую школу в 96-м году. С тех пор с ней не расстается. Сюда уже приводит учиться своих детей. Хотя сыну Станиславу всего два года, но папа твердо уверен, ребенок тоже будет выпускаться из этих стен. А для школы уже как бы пора бы и новенькую, потому что уже пятое поколение, если поедет в эту школу. А вот и те, кто школу знают уже полвека и придавали ей современный облик своими руками. Вениамин Ермолов работал директором учреждения «Всю сознательную жизнь». Здесь же нашел свою любовь – завуча Генриетту Ермолову. Дети очень любили. И нас любили, и мы любили. И жили, и просто дышали школы. Сегодня его фамилию украшает школьный музей. Хотя изначально школа находилась не в этом здании, училище для крестьянских детей размещалось в поместье графа Шереметьева. Но из-за пожара пришлось переехать в этот дом – купца Доладонова. Это здание приспособлено, это бывший купеческий дом. И нас сейчас, в этом году практически нас будет 200 человек. Нам очень тесно. Вот все, что нам нужно – это новые стены, новое здание. Но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Ребятам есть чем заняться и во внеурочное время. Кто-то вышивает, кто-то рисует, а кто-то уделяет особое внимание истории России. За более чем полтора века в Ощажниковской школе сложились определенные традиции. В первую очередь это шереметьевские чтения, ну и, конечно, участие учеников этой школы в традиционных исторических балах. Но для того, чтобы, как говорится, всегда быть в тренде, девочки здесь шьют вот такие прекрасные исторические костюмы. Юная Наташа Ростова сегодня устроили дефиле. Танцует в этой школе каждый реверанс, легкий наклон головы и дыхание затаили даже почетные гости. В этом году школу закончило всего 5 одиннадцатиклассников. Двое из них – золотые медалисты. И так каждый год минимум по одной медали. Это лучшие показатели среди сельских школ региона. Порядка 50% преподавателей имеют первую и высшую квалификационную категорию. Это дорогого стоит. Не во всех школах мы можем похвастаться и говорить о таком результате. Занимается Вощажниковская школа и патриотическим воспитанием. Здесь сразу несколько кадетских классов. А неподалеку, в Борисоглебском районе, в полях, уже стартовала смена оздоровительного лагеря «Патриот, гражданин войн». Мастер-класс показал и губернатор Дмитрий Миронов. И даже подогрел у ребят спортивный интерес. Всего в лагере сейчас находится 100 человек. Основная задача организаторов – вовлечь подростков в волонтерское движение. Одна из секций посвящена вопросам экологии и чистоты. Подробнее тему подняли уже на встрече с молодежным активом. Дмитрий Миронов подчеркнул, в регионе разрабатывается концепция новой экологической политики. Основная цель – создание благоприятной среды. Задача исполнительной власти – навести порядок в этой сфере. Надо работать с молодежью, прививать им любовь к своей малой родине. Учить, как правильно относиться к своим природным богатствам. В свою очередь ребята в этом лагере поддерживают чистоту, полевая кухня, родниковая вода и экологически чистая атмосфера для работы и вдохновения. Светлана Доброхотова, Антон Комаров. День в событиях.